Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш видео обзор Акрол, осмотр маточников Мы ранее делали осмотр маточников на 4-5 сутки И хотели в дальнейшем сделать на 10 сутки Но сегодня передумали и решили сделать на 7 Итак, у нас 2 крольчихи родили В разнице всего лишь 1 день Мы сравниваем по прежнему 2 маточника 1 маточник сделан по результатам видео обзоров в ютубе То есть по советам профессионалов кроликогодов А 1 маточник сделан по рекомендациям деревенского кроликогода Который сделал маточник в виде норы Что, каков результат? Будем осматривать в дальнейшем Значит, напоминаю, что мы проводили осмотр на 4-5 сутки Значит, из маточникова по дедушкому варианту Значит, все было хорошо Все кролики живы и здоровы Маточник, который сделан был по рекомендациям профессионалам Вернее, в этом маточнике крольчиха Вытащила 2 крольчат мертвых Смотрим, что же у нас на 6-7 сутки Итак, идем осматривать наши маточники Напоминаю, что у нас кролики содержатся в уличных условиях Клетки у нас защищены полиэтиленовой пленкой От ветров, от сквозняков Сейчас я открою Внутри, сверху у нас вот сейчас Мы постелили одеяло, влага И превратила в лед И таким образом утепляется Значит, наша клетка внутри Здесь Внутри крольчата сами Себе утепляют Все Вот сейчас резкость наведена Очень шустрые, резвые Это вот от помета шиншилла Скрещенные серым великаном Два мальчика всего лишь в помете было Это маточник, который, как я вам говорила Сделан по рекомендации дедушки В соседней деревне Дедушка занимается кроликом Кроликом Разведение кроликов Как по его рассказам 30 или чуть более лет Ну вот в этом году хочет завязать Поскольку уже силы не те И здоровье уже не то Но тем не менее Вот сделаны маточники по его советам В виде норы Сейчас мы его возьмем, этот маточник И будем проверять Вот эта кальфорнийка Значит у нас крольчиха Это первый ее акрол Вот обратите внимание Как она себе внутри настелила тепло Мы ничего не трогаем Не убираем Значит рвет пух Она периодически рвет пух Подстилает туда все Первый раз мы проверяли крольчат На пятые сутки Сегодня седьмые сутки Будем проверять, считать Мы даже не посчитали Просто посмотрели рукой Все живы, здоровы А сегодня хотим посчитать Вообще убрать там Если сено-солома мокрая Значит ну немножечко провести Там уборочку Такую дезинфекцию Чтобы наши кролики не росли В антисанитарийных условиях Ну что друзья Берем маточник И несем его в теплое место Ого Вот это у нас себе здесь Такое стелило Ты не осерел или нет? Вот это да Такое стелило Вот шевелится Ну теперь мезет Сколько хлопа было Будем мокрые все Обязательно проверяйте маточник Потому что вот Несмотря на холода Запах Запах все-таки есть Маленький почему-то Да я не скажу Что маленький Накрывать может так сразу Шесть Опять придется куда-то Кого-то девать Но мы сейчас знаете Поскольку будем смотреть Два маточника Маленький вообще Смотрите маленький В сторону отклада сразу Мы будем наверное подкладывать Десять штук Да? Десять Десять Ну надо Ой один Это первые роды Наши крольчихи Одиннадцать Надо оставлять ребят Восемь У нас уже была ошибка Оставили Десять И вот так В итоге Тринадцать Ну куда это много Я не знаю конечно Как это Много пуха Ну пуха много У меня супруг переживал Что мало пуха Что мало пуха Но я хочу сказать Что пуха много В клетке надо убрать Вот эту всю влагу Какашки Мокрые от мочи соломы Чтобы они в теплых условиях И чистых Росли Сильно сыра в клетке Говорящие кролики Почему Говорящие Ну потому что Издают звуки Это выкидываем Да Ну да Сырой все Ой запах идет Уже прям Такой Хороший запах Казалось бы Всего лишь Несколько дней Ну как Уже неделю прошла Неделю Ну да Поэтому Кто-то Кто-то Знаете Это такой спорный вопрос Кто-то Говорит Что вот Зайцы Когда Рожают Никто их не проверяет Но Мы же Выращиваем Не зайцев А кроликов И они у нас Не в диких А В таких Закрытых Условиях Живут Поэтому Нам приходится Им немножко Помогать А сейчас На улице Холодно А кролики Наши Живут На улице Поэтому Вот эту Лишнюю влагу Вот это все Нужно конечно Убирать Ну все Убрали в клетке Все Будем сейчас Обратно складывать Выбирать Крупных Кроликов 8 штук 8 или 9 Ну мы 8 Давай посмотрим Сколько Там у нас Сейчас Докладем Белых По любому Сюда Всех положим А темных Подложим Зашке У нас Вот рядом Маточник Стоит Который В гараже Находится Здесь Тоже Прошел Акрол 6 дней Назад Если Эта Крольчиха 7 дней Назад То У Этой Крольчихи Роды Были Акрол 6 дней Назад И вот Сейчас Тоже Будем Смотреть Вот Из этого Маточника Она Вытащила 2 Мертвых Кролика Посмотрим Сколько У нее Если Будет Позволять Нам Условия Подложим Ей Может быть Оставить По 9 Под Каждый Кролика 9 Это Не 10 9 Рекомендуют 8 Возвращаем На место Белобрысых В первую Очередь Потому Что Мамашка Это Белобрысая Покажи Хоть Одного Крупного Плана Вот Малыш Уже Почти Глаза Открыл Рано 4 5 Или Сколько Я уже Пложил 4 5 Поросенки Маленькие Там Был Такой Крупненький Один Вот Это Шурик 6 7 Как Можно Определить Из них Какой 9 Не накрыть 9 А тех Ты будешь Какой Ящик Сюда Сбуху Да Чтобы Пухни Корольчих Не перепутать Не перепутать А что тут осталось У нас здесь Осталось 4 Сразу Субцы Как Здесь Субцы Сами Уже Растут Правильно Здесь Сразу На ссале Не надо Может чистые Лучшие Пока прикрываем Переходим К осмотру Второго Маточника Маточника Субцы 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 Раньше Не сырала Да Маточники Эти Нальди Младше А смотри Крупнее Вот И как поймешь Да Ну У нас Хотя И папашка Один Шурик Наш Но Она Крольчиха Наша И поправилась Сильнее До родов В отличие От Калифорники Калифорника Мы даже До конца Не знали Беременная Она Или Не беременная Вот Смотрите Какой Уже Рыжий Это Папин Папин В папу Пошел Вот Они Наши Какие Они резвые Видите Те Какие Потому что Они Более Таких Холодных Условиях Живут А эти В теплых И сразу Ой Боюсь Прям Выпрыгивают Нин 7 Можно Сюда Два Их Подкинуть Вот Давайте Надо Их Как-то Покрыть Солома Тоже Вся Обусная Ну Вот Сейчас Мы Попытаемся Под Крольчиху Эту Положить Двух Кроликов Получается Мы Там Оставим Девятерых И Здесь Девятерых Там Получается Десять Там Десять Ты Оставил Да Ну Тогда Получится Там Десять Если У нас Семь Два Их Сюда Подложим Тогда Там Получится У нас Одиннадцать Тринадцать Ж Там Надо Восемь Оставлять Чтобы Потом Пять Слабыми Как Не Знание Как Лучше Делать Рекомендуют Восемь Все Наша Жалость Не знаю К чему Приводит К правильным Поступкам Или Неправильным Только Пух Не Клади Тут Мама Мама Переживает Смотрите Выскакивает Выскакивает Они Должны Чуть Полежать В этом Пуху Смешаться С этими Чуть Полежать А потом Их Вернем На место Туда Не надо Сено Солом Подкладывать Все Там Нормально Хочешь Ты Меня Выставляешь Живодером Покажи Ну Конечно Зачем Надо Потом Он Будет Забирать Чью-то Еду Говорят Все Крыльководы Надо Оставлять Восемь Штук Так Вот Хочу Показать Мы Сейчас С Вами Посмотрели Двух Крольчих Которые Недавно Родили И Вот У Крольчихи Которая Родила На день Позже Кролики Крупнее Потому Что Родила На Двенадцать По-моему Одиннадцать Осталось Девять Да Правильно Родила Девять И Два уха Она Выписала Да Семь Осталось И они Получается Крупнее А вот Эта Крольчиха Родила Тринадцать И Вот В итоге Они Намного Меньше Выглядят Чем Те Ну Вернули Мы Кроликов На место Возвращаем На место Маточник Не Не Поднялась У нас Рука Оставили Мы Десять Хотя Положено Восемь Это второй Раз Может Так Ну Посмотрим Десять Это уже не Тринадцать Ей будет Попроще Кормить Должны Они Десять Оставили Здесь И двух Подложили И двух Мы подложили Другой Крольчихе Одного Пришлось Совсем Слабенького Нам Уничтожить Как это Было Не печально Но Ребята Так Делать Надо У нас Есть Уже На горьком Опыте Я вам Сейчас Покажу Я Каждый Раз На видео Показываю Вот Вот Смотрите Наши Детки Родились Пятнадцать Штук Мы их Оставили Потихонечку Она их То придавливала То вытаскивала Были Выросли Они Слабенькими Вот посмотрите Какие они Все разные Заболели Стоматитом Инфекционным Очень сильно Болели Мы их Забрали Домой Вручную Лечили Антибиотики Ну в общем Там лекарства Вот Видите Какая Малышка Ей Два месяца А вот Сейчас Я вам Покажу Полтора Месячного Месячного Кролика Вот Посмотрите Месячный Кролик Ну чуть Месяца Неделя Чуть Побольше Мы уже Родился В полмете Две Штуки Да Ты Чуть Ножку Вытяни Резвые Такие Шустрые Вот Что Значит Получать Достаточно Количество Молока Месячного Здоровья Вам И Вашим Близким Чтобы Все Ваши Мечты Воплотились В реальность Чтобы Все У вас Было Хорошо И Был Мир На земле Всего Доброго До свидания С наступающим Новым Годом